Таджики В городе Бухара совместная группа из работников МВД и СГБ организовала рейды по домам местных жителей, недавно вернувшихся из-за границы, а также тех, чьи родственники и близкие находятся за границей. Об этом 5 сентября радио Азадлик сообщил местный активист. В беседе с радио Азадлик сотрудник МВД Бухары разъяснил, что рейды связаны с праздниками. Представившийся майором милиции Хамза Туев по этому поводу сказал, что рейды носят профилактический характер и направлены на обеспечение мер безопасности. Также, по его словам, во время рейдов сотрудниками соблюдаются все правограждан. Однако, по словам дворника Махали имени Алим Худжаева, 27-летнего Зухриддина Рашидова, представители силовых ведомств вели себя очень грубо, потребовав документы на дом, а личные документы силовики сфотографировали даже против воли жителей. Также, журналисты рассказали и о рейдах, проходящих в других регионах страны за последние 15 суток, причем действия проходят примерно одни и те же. Проверяются паспортные данные, составляются списки людей, сдающих свое жилье, вызываются в местные силовые органы на допрос, недавно возвратившиеся в Азбекистан из трудовой миграции, а также состоящие в черном списке по причине своих религиозных взглядов граждане. В мечетях города Вахдата на юге Таджикистана имам Хатыба вот уже несколько дней после намаза продают билеты на концерт «Вечер дружбы» с участием Севинч Муминовой, Нигины Аманкуловой, Джонебек Муродовой и других эстрадных исполнителей из Таджикистана и Узбекистана. Об этом пишет радио ЗАДИ со ссылкой на городской комитет по культуре. Имам Хатыб в местной мечети Ходжи Пермухаммад сообщил журналистам, что продали прихожанам более 50 билетов на концерт. Однако данная инициатива местных властей понравилась не всем имам Хатыбам. Один из имамов на условиях анонимности сообщил, что он категорически отказался продавать в мечети билеты на концерт. По его словам, местные власти распределили билеты на концерт по всем мечетям города. «Я заявил, что это недопустимо в Божьем храме. Мечеть – не только место для молитвы, но и пространство, в котором собираются верующие, где обсуждаются самые разные вопросы. А продажа билетов на концерт в стенах мечети – это кощунство», – сказал он. Доля иностранных работников на предприятиях в сфере строительства в России впервые будет ограничена. В 2019 году она не должна будет превышать 80%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 7 сентября, пишет Рыбака. «Предлагается установить долю иностранных работников в строительстве на уровне 80%», – сказала Голикова. По данным Росстата, за 2017 год в сфере строительства занято 6,3 миллиона человек, значительную долю из которых составляют мигранты, привела данный вице-премьер. «В этой сфере в последнее время растет число предприятий с высокой долей иностранных работников, и, собственно, поэтому в том числе предлагается установить снижение этой доли», – заявила Голикова. «По данным Минтруда, доля предприятий в строительстве, у которых численность иностранных работников достигает 80-100% от общего штата, увеличилась с 7,7% в 2016 году до 14,5% в 2018 году. Также в 2019 году по сравнению с 2018 годом предлагается снизить доли иностранных работников с 28 до 26% в таких сферах экономики, как деятельность судоходного пассажирского транспорта и автомобильно-грузового транспорта», – добавила Голикова. Напомним, ранее замглавы Минтруда Андрей Пудов заявлял, что миграционная политика России может быть скорректирована, чтобы приток трудовых мигрантов после повышения пенсионного возраста не мешал пожилым россиянам искать работу. Эксперты отмечают, что подобные действия никоим образом не помогут смягчить тяжелые последствия пенсионной реформы для пожилых людей, а скорее являются популистскими мерами, направленными на успокоение протестных настроений. Трудовые мигранты же, которым будет теперь еще тяжелее устроиться официально на работу, оказались, как это уже принято в России, в роли козла отпущения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова